Скажу честно, такой сосед нам, конечно, не очень желательно. Почему парней на этом склоне 4 года никто не трогал? Сложно представить, но этот парк один из лучших парков Татарстана. Всем привет! Сегодня мы приехали в Кукмар. Этот город ставится своими валенками и посудой. Именно здесь из-за недопонимания с местным лесничеством молодежь осталась без сноу-парка. Как такое произошло, давайте разбираться. А если ты из Татарстана, подпишись и поставь лайк. А мы начинаем! Местные кукмарские парни и не задумывались в начале своего пути, что их спустя несколько лет выгонят с любимого склона. Ведь для них это было простой зимней забавой. Но обо всем по порядку. Веселая и большая компания сноубордистов. Все мечтали о крутой зиме, крутом парке. И напридумывали аж 16 фигур. То есть 16 фигур, разные сложности. Скинулись деньгами. Нам помогли еще и спонсоры сверху. И, соответственно, напилили, наварили все это и сделали парк. Это была какая-то мечта ваша создать крутой парк именно в Кукмаре? Да, да. Именно с этого все началось. Это была мечта как раз-таки многих ребят. Потому что мы до этого уже занимались там. И нам нравилась именно вот эта джибовая версия сноубординга, когда ты не просто катаешься, а когда ты запрыгиваешь на период, скользишь по ней, вылетаешь с нее. То есть это целое искусство, целая отдельная ветвь, так скажем, в сноубординге. Антон, как появилось название? Можешь рассказать? Коллектив такой уж был из разных, так скажем, районов города. Райончик у нас был такой неспокойный уж. Ну, как и везде. Да, как и везде, в принципе. Вот и хотелось мира. Чего хотелось мира? Хотелось заниматься спортом. Где не дерутся? То есть в сноубординге, в нашем, там нет соперничества. В Кукмаре есть свой горнолыжный комплекс. В этом году еще сделали летнюю биатлонную трассу. И это тоже усложнило жизнь сноубордистам. Границы двух трасс граничат. Но, со слов парней, они никому не мешали. Вот в этом месте у них идет лыжная трасса. Но мы никак с ними не пересекаемся. Мы выставляли здесь специальный забор, сетчатый. То есть мы на их территорию никогда даже в течение зимы даже не выезжаем, в принципе. Нам всего достаточно вот здесь. Нашей площадки вот финишной. Здесь у нас подъемник начинался. Подъезжаешь, цепляешься и снова поднимаешься наверх. Вот он финиш как бы. Вот эта финишная площадка, нам всегда было ее достаточно. Вы видите то, что везде здесь рельеф. Это все было уже сделано нами. То есть вот этот рельеф, естественно, он здесь такой не был. Здесь был вот такой овраг, кривая территория вот такая вся. Тут был вот так. Мы это все в течение четырех лет срезали, подравнивали, подвозили что-то. Во время нашей съемки у лыжников как раз была тренировка. Свою версию рассказал местный тренер. Я скажу честно, такой сосед нам, конечно, не очень желательно. Бывает, выкатываются ребята, по нашей трассе ходят. По нашей трассе прямо. Ретрак прошел, по свежим следам прямо ходят ребята. Это неприятно уже. Ребята бегут на скорость, они навстречу идут. Бывает такое. Ну, не часто, конечно. Просто есть понятливые ребята, конечно, слушаются, но есть непонятливые. Вот в таком плачевном состоянии сейчас гора сноубордистов. Вместо крутых склонов раскопанная земля. Оборудование пришлось вывести. Мне позвонил лесник, пригласил меня в парк. Я поднялся туда, мы с ним пообщались. Он мне начал угрожать, получается, уголовными делами и так далее. Говорить, что мы незаконно это все взяли, эту территорию. Я ему объяснять начал, как и что. И удивляться, почему он вообще, где он был 4 года. Он так себя вел, как будто он в первый раз это все увидел. И, соответственно, сказал мне о том, что мы все фигуры у тебя уберем. Причина то, что вот сама захват земли. Этот участок принадлежит Сабинскому лесхозу. И, соответственно, оттуда ко мне приехал человек, культурная, хорошая женщина. Мы с ней спокойно, культурно поговорили. Она сказала то, что нам поможет. То, что мы не хотим, говорит, ничего ломать. В принципе, ничего такого вы не сделали. Ну, как видите, то, что здесь никаких основных построек нет. Мы ничего не загораживаем. То есть это все общедоступно, как и было всегда, так и оставалось все эти годы. Она мне сказала, давай сделаем так, из-за того, что здесь идет большая стройка рядом, и сюда приезжает начальство и так далее, чтобы им глаза не мозолить. Уберем эти фигуры, и потом мы тебе поможем. Земля принадлежит учреждению ГКУ Сабинское лесничество, Кубмарское участковое лесничество, куда мы и отправились за ответом. Выслушать вторую сторону конфликта. Интервью происходило на татарском языке. Вынуждены на татарском языке. Когда мы не будем сняли, мы не будем сняли. Но мы не будем сняли. Мы не будем сняли. Мы не будем сняли. По итогу фигуры вывезли. Через неделю-три после этого нам все вот так перепахали трактором. Просто... Без объяснений? Да, без объяснений, без ничего, без звонков. Никто не звонил, никто ничего не говорил. Перекопали нам все вот здесь каким-то бульдозером. Выдернули нам, получается, стойки подъемника. Стартовую скамейку они разломали и там же выкинули. В общем, эти фигуры мы теперь привезли сюда, на дачу моего друга. Лежат они здесь, скучают, ржавеют. Очень грустно на это смотреть. Пришлось вывозить на огромном кране, потому что фигур, как вы видите, здесь 16 разных фигур разного уровня. Вот, дети катались, молодежь каталась, радовались жизни. Что могу сказать? Теперь вот здесь это все вынуждено быть. Мы по этим фигурам скользим. Соответственно, мы все это сами делали. Девятиметровые, десятиметровые фигуры покупались. Огромное количество железа. Все это пилилось. Все это нами было сварено, как бы. И вот, допустим, один из самых для начинающих боксов. То есть, все кукморские сноубордисты начинали с этой перила. Самое главное, что даже вот этот вот маленький наш парк, 150 метров на 40 метров, это один из лучших парков в Татарстане, как минимум. Приносило ли это тебе доход? Нет, нет, дохода особо не приносило. Все уходило же туда же, на расходники. Да, юридически парни ничего не оформляли. И закон на стороне лесничества. Но и они готовы пойти навстречу парням и решить вопрос мирно. Какие-то цены можете назвать? Это подъемные суммы для простых парней? То есть, вы за то, что парни переехали? Нет, я, я как бы, как сказать, я просто им предложил как бы сделать конкретно вот огородить, да, чтобы это вообще не выходили, чтобы подъем сделали. Да, проблем нет никаких. Антон, что ты чувствуешь, когда видишь вот это все и как это было до? Ну, что я чувствую? Конечно, разочарование вообще, разочарование во всем. Мы относились к этому месту, любили его очень сильно. Был действительно наш парк, куда приходили люди, жители города. А теперь его пытаются у нас забрать. Ну, конечно, это разочарование. Что еще могу чувствовать? Хочу сказать вам, господа, давайте заниматься развитием нашей страны, а не рушить все, что можно рушить. Ну, хватит уже. Если на этом месте невозможно организовать катание, парням нужно выделить новое место или же оформить эту же по всем пунктам закона. Напишите в комментариях, на чьей вы стороне в этой истории. А это был проект от Арстанда, и я зовут Батталов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok